В результате инспекции, которые были проведены ранее, было установлено, что многие детские площадки находятся в ненадлежащем состоянии и не соответствуют требованиям безопасности. Поскольку молодежный парламент занимается общественной деятельностью, представители решили провести собственную проверку. Они отправились в сельское поселение Барвиха. После рейдов в Барвихе мы уже будем осматривать каждое поселение, все площадки в каждом поселении. Также уже начали обращаться сами граждане, на почту приходить начали жалобы, что, ребят, помогите, пожалуйста, там площадка, там площадка, там. Мы будем писать рекомендательное письмо. Серьезные нарушения были зафиксированы на обеих площадках, расположенных во дворах домов номер 18 и 34. Это отсутствие резинового покрытия и освещения, сломанные игровые конструкции, мусор. Помимо этого, весь спортивный и игровой инвентарь нуждается в срочной покраске. Песочница слишком низкая, то есть, если посмотреть уровень земли, достигает почти уровня самой песочницы. То есть, играть как-то невозможно. Сам песок углублен вниз, в нем шишек много. Одно из самых главных – это, наверное, качели, которые неустойчиво стоят, так как они должны быть большей частью запетонированы. Это в первую очередь создает опасность для жизни и здоровья детей. Территориальный отдел составит административные протоколы по всем выявленным нарушениям. По словам руководителя Госадомтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, общая сумма штрафных санкций может достигнуть 100 тысяч рублей. Все нарушения должны быть устранены в течение двух месяцев. Активисты молодежного парламента считают, что за детскими площадками должны следить как управляющие компании, так и местная администрация. Таким образом, можно будет выполнить главную задачу, о которой говорит глава района Андрей Волнов. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».